Видите, одни люди получают очень сильный удар в жизни, как вот девушка, которая вставала, погибли близкие люди. Вчера то же самое было. Тоже другая девушка вставала, тоже погибли близкие люди. И она думает о прошлом, живет в прошлом. Когда человек живет в прошлом, то он разрушает свою жизнь. Он свою жизнь приводит к нулю. Когда человек живет в прошлом, то он фактически убивает себя, уничтожает. Это состояние называется депрессия. То есть разрушается организм, человек становится больным. Запускается механизм самоуничтожения. У нас у всех есть склонность к такому состоянию, жить в прошлом. Эта склонность приводит к лени, апатии. Например, человеку из-за этой склонности трудно вставать с постели с утра, потому что он не может жить настоящим, он все еще хочет спать. Это означает, что он живет в прошлом. Мне здесь хорошо постель, еще немного посплю. Еще немного посплю. То есть он, уже пора вставать, уже постель закончилась, все. Но ты хочешь еще. И счастье бывает. Люди живут в прошлом, и счастье. Они вспоминают счастье прошлого. Вот. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно повсюду мчалось. За мною след. Ну, уже лето заканчивается, все. Надо жить настоящим. Или от страданий человек живет в прошлом. Он страдает, он вспоминает, как хорошо было в прошлом. Вот. Но жить в прошлом означает убивать свою жизнь. Есть люди, которые сильно хотят чего-то в жизни, у них есть сильное желание. Это сильное желание заставляет еще их настроиться в будущее, все еще впереди. В результате человек уходит от настоящего, от своей жизни, и сильно напрягается. Люди, которые живут в прошлом, они в депрессии находятся, теряют волю. Люди, которые живут в будущем, их воля становится очень напряженной и изнашивается быстро. Когда воля изнашиваются, волевые силы невозможно потратить на самосовершенствование. Человек, который живет только тем, что надо отработать смену и уйти домой, когда он в будущее переносит свою жизнь на работе, придя домой, у него нет сил даже что-то сделать или сказать близким людям. Он так сильно устает. Когда человек переносит себя в будущее, то счастье в настоящем получить невозможно. В результате он ждет счастья в будущем все время, и счастье не приходит. Поэтому такой человек страдает все время. И даже он смотрит фильмы, в которых также счастье в будущем. Эти фильмы все имеют одно и то же содержание. События происходят очень быстро, надо куда-то бежать, в кого-то стрелять. И в конце концов должно просто идти так, что ты выживаешь. И когда человек досмотрел такой фильм, у него только одно чувство возникает. Ну, слава Богу. И все. И в это время он порцию счастья получает. То же самое происходит, когда человек приходит домой. То же самое, когда он садится в трамвай. То же самое, когда он приходит на работу. То же самое, когда он начинает идти с работы. В эти моменты он получает порцию счастья. Наконец-то. Слава Богу. Но в следующей секунду он думает, скорее бы доехать домой. Скорей бы отработать. И так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? У нас есть два эпизода жизни. В жизни, в нашей. Два эпизода жизни. Один эпизод называется труд или аскеза. А другой эпизод называется отдых или расслабление. Когда человек не может принять труд или аскезу как радость, как свое счастье, он не может принять. Он также не сможет и отдохнуть. Потому что во время отдыха он также ждет чего-то еще. Другими словами, если человек не живет самодостаточной жизнью, он не переключается на служение другим, он всегда будет страдать. Самодостаточная жизнь означает застать заставить себя, перестать думать о себе, заставить себя. Мужчина о себе, когда думает, он в какое состояние входит? Он входит в состояние, у меня ничего не получается. У меня ничего не получается, скорее бы у меня получилось, а вот если я буду таким, мне будет легче. Вот женщина, когда думает о себе, она думает, у меня все плохо в жизни. Я хочу вот такую жизнь. И все. Вот эти мечты. Мужчина мечтает о совершенстве, женщина мечтает о счастье, о любви. Все эти мечты означают пустая трата времени. Человек должен заставить себя переключиться в настоящее. Жизнь в настоящем, это жизнь в служении. Допустим, вчера ребята из клуба благость сделали шарики для того, чтобы вы были счастливы. Они потратили кучу денег своих, делали эти шарики долгое время, заворачивали их в пакетики, на которые тоже они деньги потратили, только для того, чтобы вы были счастливы. И все. Странно, зачем они это делают? Но поклопать недостаточно. Не то, что от вас что-то требуется. Типа мы похлопали, все, шарики съеты, мы похлопали, все нормально. Свои отработали. Это не простые шарики. Это шарики, которые призывают жить точно так же. Потому что по-другому счастья не бывает. Когда человек отдает себя, он что-то делает для других, его жизнь наполняется большим, ярким, яркими красками очень. Но если человек не преодолевает этот рубеж, то он не сможет победить судьбу. Не сможет. Поэтому есть три состояния жизни. Одно состояние жизни называется состояние отвращения, неприязни к всем. Если глубоко покопнуть, это что за состояние? Это жизнь в невежестве или жизнь в прошлом. Понимаете, это слой людей, которые ничем не довольны, ходят, постоянно ворчат, им плохо все время. Их сознание находится в прошлом. Это неудачники. Этим людям не надо задавать вопрос, каково мое предназначение. Чтобы найти свое предназначение, надо перейти в настоящее время. Счастье. Сейчас означает сейчас, тие означает существование древнерусского. Древнерусские знали люди, что счастье означает жить сейчас, не завтра, не в прошлом. Целый слой людей живет в прошлом. Даже песни, невежественные песни, вот эти блатные, они все поются в таком настроении скорби или печали такой. А белый лебедь на пруду роняет павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Понимаете? Ну, то есть, все эти песни невежественные, блатные, они все вот с такой червоточинкой поются того, что все, в принципе, плохо. Все плохо, потому что все в прошлом. Понимаете? Все в прошлом, потому что ты потерял себя. Ты перестал жить служением других, слишком много думаешь о себе. Когда человек в эгоизм впадает, очень сильный, он не может жить настоящим. Вот. Это, конечно же, может красиво быть. Вот, допустим, есть такая красивая песня. Красивая песня. Но она означает, что человек не может служить. Он находится в прошлом времени. Он живет в прошлом. Человек сильно в будущее устремляется. И это значит, что качели качнутся куда? Потом прошлое. Понятно, да, система? Чем ближе мы живем к настоящему, чем больше мы погружены в служение, в желание отдавать, а не приобретать, тем сильнее действует разум, тем способнее, больше способен человек понять, что ему делать в жизни. ожидания разрушают это понимание. если человек хочет денег от своей работы, понять, чем заниматься, невозможно, потому что деньги будут диктовать ситуацию. Иногда это вынужденно бывает, но иногда человек даже понимает, чем ему заниматься, но деньги заставляют заниматься чем-то другим. Приведу пример. Меня как-то в Краснодаре провожал на аэропорт, когда еще там не жил. один человек, и мы с ним беседовали в машине, он рассказал про свою жизнь, он говорил о том, что он был очень хорошим преподавателем, ему нравилось воспитывать детей, он был счастлив. Но когда наступила перестройка, там вот это, ну не перекрыл стройку, а там кризис 90-х годов, вот, преподаватели стали получать очень мало денег, он не смог прокормить семью, в результате он начал делать шубы, такой восточный бизнес, восточный человек, то есть начал делать шубы, дубленки, продавать их, и начал как-то выживать, и я его спросил, а вот какое ваше вот желание? Он говорит, мое желание такое, так наладить бизнес, чтобы потом пойти опять и учить людей, Ну, то есть он знает, что с этого он денег не заработает, но он хочет заниматься своим делом. Обычно, когда человек видит где-то деньги, то он не может при этом заниматься своим делом, потому что есть две схемы вообще развития событий в жизни. первая схема, это касается также любви, также любви, я потом объясню попозже, смотрите, первая схема, я хочу денег и обучаюсь тому, туда, ну, направляю себя туда, где больше денег, то есть сначала сладкий вкус, потом будет горький, это называется жизнь страсти, когда человек живет в страсти, сначала сладкий вкус, много денег, потом горький, устал, надоело все, не могу больше так жить и так далее. Когда человек живет в благости, сначала горький вкус, потому что благостная деятельность не подразумевает, что я буду зарабатывать много денег, то есть другими словами, есть деятельность, которая мне нравится, но там обычно денег нет. Когда человеку что-то нравится делать, то сначала он становится хорошим специалистом, а потом приходят деньги, то есть нужно время. И это время, все это время он не страдает, он просто занимается любым делом, но при этом у него аскетичная жизнь, нет большого достатка. Но в этой любимой деятельности он развивается как личность, его разум становится очень сильным, и в результате он там начинает понимать, как ему изменить свою деятельность, чтобы это также давало деньги. потому что человек действуя в любви развивается как личность, а развитая личность не может быть нищей. Теперь другой вариант, смотрите, я стремлюсь к деньгам, означает, я работаю очень тяжело, чтобы больше денег, надо больше работать, все это знают. Когда человек стремится к деньгам, он всегда себя, сколько бы денег он не получал, не имеет значения, он может миллионы рублей получать, он все равно будет себя заковывать в обстоятельства, в которых у него будут большие желания, большие вложения и очень мало времени. Понимаете, как вот это желание денег, оно всегда вводит человека в такое состояние, он хочет больше иметь, ввязывает себя в ту деятельность, которая не оставляет времени ни на отдых, ни на семью, ни на жену, ни на детей, ни на здоровье, ни на поесть нормально, и такой человек, он постоянно в напряжении, потому что он хочет еще больше денег и еще больше возможностей в жизни. Понимаете, жизнь ради денег и возможностей человек становится как натянутая струна, он не может нормально жить, в результате у него есть четыре стадии развития событий. Первая стадия мне интересна, вторая стадия устаю, третья стадия ломаюсь, и четвертая стадия пропади все пропадом. Понимаете, да? На стадии ломаюсь он может заболеть тяжело, если не пропади все пропадом, значит тогда тяжелое заболевание, надлом тогда происходит. теперь сразу возникает вопрос, а можно же ли быть успешным, богатым и при этом не париться. Один серьезный такой начальник спросил меня, когда мы на эту тему беседовали, на тему занятости и отношений к себе, он меня спросил, как ты думаешь, что лежит на столе у хорошего руководителя? Я говорю, ну там ручка, блокнот, он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, ну зачем? Есть у подчиненных ручка и блокнот. И оказывается, потом оказалось, ноги на столе хорошо руководить. Мне сложно было догадаться. Ну то есть другими словами, человек, который живет настоящим, он может быть также успешным, но для этого ему надо понять, что успех не означает быстрее и больше сделать. Успех означает быть трезвым, остаться самим собой. Трезвый человек разумный человек, мыслит очень глубоко, спокойно, и он способен принимать правильные решения, потому что не больше мыслей дают хороший результат, а правильные мысли дают хороший результат. Разум действует только в спокойной среде или только в настоящем времени. Поэтому главная задача жизни человека это остаться в настоящем времени. Если он переходит в будущее, он уже теряет разум, а тем более если он ломается, опять теряет разум. Смотрите, хороший руководитель, он сидит, много людей высказывается. Его задача остаться в настоящем времени, потому что каждое высказание заставляет привязаться к этому, быстрее принять решение, но хороший руководитель не привязывается никому из подчиненных. Не то, что он им не доверяет, просто он хочет остаться в настоящем, он хочет быть счастливым. Он просто слушает всех, кивает головой. И если он в конце вот этой беседы, всех высказываний, он не привязывается ни к одному из мнений, у него создается абсолютно правильная, четкая картина, как действовать. Она очень твердая, правильная и спокойная. Такой человек, не совершая много усилий, принимает всегда правильное решение. И каждый человек руководитель. Женщина руководитель своих детей, мужчина руководитель своей семьи, ребенок руководитель своей судьбы, каждый человек руководитель в чем-то. И если мы бежим, суетимся или скорбим, это значит, что мы не хотим жить. У нас нет желания жить. Жить означает трудиться сердцем. Трудиться сердцем прямо сейчас. заставить себя трудиться означает не страдать, а принять трудность. Допустим, я подхожу к своей двери и вижу там собачка соседская навалила кучу. Есть три варианта. Невестный вариант ругаться на соседей, страстный вариант это суетиться, что-то там быстрее вызвать милицию, еще что-то там. А благостный вариант просто успокоиться или быстрее убрать кучку, страстный вариант. Благостный вариант какой? Принять судьбу. Вот твоя судьба такая, что тебе навалили на кольцо. И самое главное в твоей жизни это не напрягаться, не суетиться, а просто успокоиться. И с радостью спокойно как бы принять правильное решение. То ли самому убрать кучку, то ли вместе с соседом с улыбкой на лице. Просто если ты пойдешь в неверственное состояние, ты соседу позвонить не сможешь, потому что будешь на него орать. Если ты войдешь в страстное состояние, ты быстрее уберешь кучу, потом не докажешь, что она навалила. Что же делать? Нужно просто помолиться Богу, пожелать всем счастья и принять, что у тебя такая жизнь. Вот тебе навалили под крыльцо, у тебя такая жизнь, принять это надо. Когда ты примешь, ты можешь сделать все, что угодно. Можешь с улыбкой на лице убрать сам, или с улыбкой на лице позвонить соседу и сказать пойдем мне для тебя хорошая новость. Он выходит и говорит что сегодня хорошая погода, он говорит что это на крыльце. А я точно что на крыльце. Давай подумаем что это такое вместе. О так это моя собачка накакала. Ну бывает что делать не волнуйся. видите да разумное поведение всегда означает способность в тот момент когда приходит событие остаться самим собой остаться спокойным даже если это очень трудно. бывает что очень трудно. Не бывает не обязательно что ты останешься полностью спокойным но хотя бы просто стремиться к этому и то уже победа. Это в конфликтных ситуациях в жизни бывает. Вот когда допустим муж сделал какую-то глупость. В этот момент нужно четко понимать к чему ты должен стремиться. Не к тому чтобы ему объяснить как надо это страсть. Ты будешь давить на него он все равно не поймет. не к тому чтобы расстроиться и уйти в спальню плакать. А к тому чтобы пытаться понять что происходит. Надо начать молиться как только тебе трудно становится нужно начать желать всем счастья. Молиться Богу. Отвечься от ситуации означает кому-то служить. Допустим сказать давайте накормлю сначала мужу. Заставить себя это сделать. И когда вы начнете делать что-то доброе для человека вы увидите в нем доброту. Видите муха даже слушает лекцию. Интересно тоже. то есть когда человек по-доброму относится он душу начинает чувствовать другом человеке в этот момент от души же исходит настоящая энергия в этот момент я успокаиваюсь и могу потом по-доброму поговорить человеком о том что произошло в результате он поймет что что-то не так видите мы сегодня с вами говорим о чем о том что предназначение человека можно свое предназначение понять если ты правильно живешь вот это очень главный и ключевой вопрос если человек не понимает этого вопроса тогда дальше говорить не о чем а вообще если уж говорить дальше то давайте сначала вспомним то о чем мы говорили вчера да мы говорили о том что женщина отличается от мужчин так и у женщин самое главное предназначение оно находится в личных отношениях женщина получает отдых восстановление сил от личной жизни если женщина не стремится к личной жизни отдыха не будет означает она изнашивается и теряет себя уходит в будущее не в настоящем живет в настоящее время женщина входит в личных отношениях мужчина в настоящее время входит в результате побед он действует побеждает свою судьбу в труде он как бы терпит свою жизнь принимает условия жизни работает где-то трудится не лежит на печке и ждет когда ему работу достанется хорошая работает там где Бог дает видите отличаются мужчина не пытайтесь стать кем-то другим вас не получится вы просто сами будете обманывать нужна любовь в женском теле нужна отношения и тогда будет фундамент для того чтобы развиваться в деятельности даже и деятельность для женщины она все равно находится в сфере отношений поэтому часто женщины задают вопрос каково мое предназначение где мне работать вот где мне работать здесь больше как бы подходит чем каково мое предназначение потому что если женщина находит правильную сферу деятельности она там легко находит и кем ей быть понимаете правильная сфера деятельности лучше сейчас не общаться с ни с кем здесь перед сценой мужчина слышите вы отвлекаете всех сейчас всех поверьте мне если кто-то выходит здесь вперед то заканчивается лекция мышление сознания сразу стремляется к тому кто пришел если есть какой-то вопрос вы тогда выйдите туда и там с ним поговорите здесь не надо перед всеми общаться итак о чем я остановился да где работать да 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 все смотрите то есть женский труд это труд находящийся в сфере отношений это означает что этот труд находится в сфере услуг или социальной деятельности в сфере заботы например если женщина работает преподавателем то есть она заботится о детях все женщины по своей природе учителя они учат детей могут ли они учить взрослых это другой вопрос но учить детей любая женщина может это не значит что все женщины должны быть преподавателем просто говорю сферу их деятельности вот допустим готовить любая женщина любит готовить или может готовить вот это означает женская сфера звероотношений сфера любви дальше заботиться о людях допустим заботиться о детях стариках там то есть это больничные какие-то учреждения там где есть лечение или просто забота заботиться о деревьях о растениях об улице убирать что-то очищать приводить в порядок то есть фонды различные милосердия программы мира концерты сфера и гармония одна из причин почему холодно жить сейчас стало людям заключается в том что женщины занимаются не своим делом они по природе ну как бы не понимают своей природы просто есть такая песня старая выйду на улицу гляну на село девки гуляют и мне весело понимаете то есть женская энергия она приносит счастье создает ощущение гармонии любви женщины должны заполнить сферу отношений в обществе и тогда все станут счастливыми все успокоятся и будет наполнено все любовью я зок в Сан-Франциско вышел на улицу первый раз посмотреть на Сан-Франциско смотрю никого нет я говорю человек который меня пригласил организатор где люди он говорит люди в машинах никто не ходит все ездят это как же жить тогда ну то есть нет людей как жить нет отношений нет людей нет отношений женская энергия создает отношения иначе холод воцаряется в пространстве нет отношений женщинам самим же плохо становится мужская сфера деятельности это сфера достижений где нужно преодолевать препятствия нужно стараться побеждать что-то делать новое женщина хорошо действует когда есть инструкция когда все понятно она в сфере известных правил очень сильно ориентируется женская психика поэтому она всегда пытается прояснить объясните как правильно вот где правило расскажите правило как действовать и тогда женщина чувствует себя очень уверенно мужская психика наоборот она очень хорошо действует тогда когда нужно что-то создавать даже лекцию мужчины и женщины по-разному слушают допустим женщина она слушает вот так лекцию она впитывает все создает картинку себе как правильно все она вот так вот мужчина наоборот слушает вот так то есть он сравнивает с тем что он знает вот как мужчина слушает он думает так это согласен здесь не согласен это применим это посмотрим ну то есть он сравнивается своим пытается сам вывести это знание когда мужчина допустим до чего-то доходит он говорит я и сам это знал ну то есть он не может откуда-то взять что-то он всегда из себя все берет женщина же она с чистого листа все берет поэтому допустим когда дети учатся в школе то девочки они все впитывают и отвечают как преподаватель говорит вот они один в один говорят как старший сказал все и получают пять мальчик всегда что-то выдумывает он говорит что-то раз свое пошел он говорит нет это неправильно четыре или три но со временем к десятому классу мальчики начинают некоторые больше ориентироваться в разных направлениях потому что они везде лазают в своем сознании а девочки у них ориентация вширь она не развивается потому что они ориентируются хорошо внутри того процесса который известен причина почему так действует мышление такая что главное препятствие в развитии у женщин это страх то есть женщина скована страхом женщину женскую жизнь ее судьбу сковывает страх а мужскую судьбу сковывает неуверенность в себе или ощущение собственной неполноценности неразвитости понятно у женщины страх или отсутствие гармонии гармония ей нужна гармония во всем а мужчине нужна победа гармония или любовь это одно и то же победа или знание понимание то есть женщине нужна гармония а мужчине понимание а мужчину спросить как тебе лекция он говорит я не все еще понимаю женщину спросить как лекция интересная не очень интересная ну то есть она говорит о гармонии она пытается гармонию установить знанием а мужчина пытается разобраться так не так вот это согласен не согласен то есть он как бы понятно да система мышления поэтому из этой системы мышления и сферы деятельности вытекает женщине легче работать там где все понятно это социальная сфера там понятно все что делать допустим есть сфера в которой нужно развивать бизнес допустим там все надо развивать там ничего не понятно это мужская сфера ну бизнес может быть и понятный социальный допустим там парикмахерская все понятно надо подстригать можно подстригать можно не подстригать вот два вариант женщине спокойно там работать когда есть инструкция даже пусть сложная инструкция не обязательно простую деятельность совершать вот но когда нужно что-то менять тогда это мужская деятельность и террас разница между мужчинами и женщиной учение нужно самому развиваться если женщина допустим семье мешает ему развиваться то он страдает у женщины мужчины по-разному устроена психики психика есть две части психики есть внутренняя психика внутренний мир человек это его черты характера есть наружная часть психики как внутренний каркас и наружный каркас психически внутреннее это то что в нас заложено черты характера наружнее это как мы себя ведем это две принципиально разные вещи в жизни чтобы вы знали то что заложено в человеке одно всегда а он вести себя может быть по-разному так вот знаете мужчины наружный каркас или его способность вести себя как-то очень статично он снаружи занимает всегда оборонительную позицию его психика всегда снаружи очень тугая твердая непреклонная то есть его задача защищать ситуацию он защищает себя других то есть он как бы соткан из защитной энергии наружный каркас поэтому так как мужчина защищается поэтому ему трудно адаптироваться в жизни с одной стороны ему легко пробивать препятствие а с другой стороны ему трудно адаптироваться в той ситуации в которой нужно принять допустим он переезжает чужую страну допустим я видел такие случаи женщина мужчина приезжает другую страну допустим надо говорить на английском женщина в теньком на нем она уже там уже все как мне уже рот перестроился мужчина сеньки бери матч ну то есть как бы ну у него он не может говорить жить и думать по-английски женщина сразу и как бы она перестроилась то есть у женщины наружный психический цилиндр он быстро адаптируется к любой ситуации он быстро меняется она сама быстро меняется женщина сходила на лекцию послушал лекцию приходит домой она уже другая она уже лекционная муж говорит что с тобой произошло она стала лекционной уже другой она по лекциям живет и все она уже другая не может понять что с ней произошло женщина быстро подстраивается под ситуацию поэтому горит замужем она стала замужем мама приходит ее дочка пожила с мужем неделю она говорит что тут какая-то другая стала награда и теперь такая почему она такая стала потому что ты ей так удобнее жить с мужем она подстроилась под мужа замужем стала вот внешне психически женщина очень быстро приспосабливается к ситуации в которой находится ей так комфортно жить она при выспосабливается к ситуации приспособилась и все и очень комфортно ей хорошо и нужно приспособиться мужчина наоборот ситуацию приспосабливает под себя он не может приспособиться к ситуации или он привыкает ситуации терпит ее или меняет одно из двух внутренний психический цилиндр у мужчины очень податливый мужчина или деградирует или прогрессирует он внутри постоянно меняется он может меняться в лучшую сторону и в худшую одновременно разных направлений он постоянно двигается куда-то мужчина меняется постоянно то лучше становится то может хуже стать он меняется женщина внутренний психический цилиндр застывший не меняется как у мужчины снаружи застывшие он такой так у женщины очень застыло внутри на внутри у нее все зацементировано она держит внутри правила жизни которые она питалась молоко матери на выучилась чему-то как-то вот она знает что так правильно жить и она вот этим стандартом живет у нее внутри все меняется очень медленно и надо тысячу раз доказать что вот так лучше тогда она сможет принять изнутри а снаружи женщина легко меняет адаптируется к ситуации но внутри при этом она остается такой какая была поэтому мужчина когда женится он должен узнать характер женщины каждой женщины и свои заскоки в характере она должна раскрыться она должна покапризничать перед ним она должна порадоваться должна открыться поговорить с ним иногда девушка скромная такая молчит все время он думает такая скромная она он думает она всю жизнь такая будет вот так надо обязательно ее разговорить создать и такие условия к спокойной поговорила чуть-чуть когда девушка раскрепощается то в это время ее эмоции начинают течь она начинает жить и нравится интересно она чем-то говорит и тебе надо послушать ты это с этим справишься нет жизни сможешь переварить или когда она обиделась как она себя будет вести здесь женщины по-разному одни плачут другие колят третье доказывают четвертые убегают там и так далее ну то есть разные варианты есть надо понять вот как она будет себя вести как она будет эмоции свои проявлять как обижаться как доказывать свое и так далее надо посмотреть ее в жизни они когда она ходит и кивает в это время непонятно что за фрукт вот и надо дать ей раскрыться возможности чтобы она в свою естественную среду попала как она будет совести надо понять и тогда ты поймешь сможете жить с этим человеком или нет то же самое мужчина когда он ухаживает там не прекрасен может быть уже зато душой красив наверняка ну то есть пока он доказывает что он хороший бесполезно о нем ничего не поймешь нужно пообщаться с человеком чтобы понять что его интересует жизни какие у него привычки вот наружный каркас это привычки мужчине очень трудно менять свою деятельность свои привычки свой способ поведения трудно менять а свой характер он поменять может легко женщине трудно менять характер но легко менять свое поведение таким образом люди сначала должны познакомиться это означает что они должны обниматься до люди начинают обниматься то их отношение переходит на телесную платформу начинают наслаждаться друг другом и это значит что их характер их поведение как бы их по не ну как они себя ведут как они себя чувствуют это уходит в черный ящик все да люди обнимаются они все одинаковые если гармония значит нам хорошо все и нормально нужно сначала повстречаться и пообщаться полгода а потом уже решать подходим мы друг другу или нет и уже думать дальше обниматься или нет это благостное отношение сначала горькое потом сладкое страстное отношение сначала сладкое потом горькое сначала с пасечником встретилась понаслаждалась а потом поняла что он бродяжка убежит то есть видите что женщине нужно что мужчина что мужчине нужно каждому нужно свое в отношении у нас разная природа будь со мной ласковым будь со мной нежным будь со мной бережным будь со мной прежним говори счастливые глупые слова чтоб каруселила счастьем голова то есть женщине нужно чтоб с ней вели себя по-женски так женщине нужно нежное женское отношение ну то есть у нее есть внутренний каркас вот этот вот непреклонный неизменный надо подстроиться под нее нужно понять характер женщины и с ее характером не пытаться ничего сделать не надо ее воспитывать надо просто ее с понимать не воспитывать женщин надо а понимать с пониманием относиться и тогда она будет счастлива чего с мужчином мужчиной делать а вот мужчину тоже надо понимать это означает дать ему возможность стать мужчиной стать сильным не делать за него что-то а дать ему возможность самому делать как он может понимаете означает женщине надо с мужчиной быть слабой и И мужчине тоже, женщине, надо быть слабой. Не надо на нее давить, нажимать. Надо быть аккуратной, мягкой, нежной. Мужчине с женщиной. И женщине с мужчиной надо быть слабой, означает дать ему возможность самому действовать. Не делать ничего за него. И тогда женщина изнутри же сильная, у нее характер сильнее мужского. В 6 раз сильнее у женщины характер, чем у мужчины. И поэтому женщина должна просто быть слабой рядом с мужчиной, дать возможность ему действовать, развиваться, подождать чуть-чуть. Потому что мужчину надо брать на вырост. На вырост. Сначала надо в нем заметить хорошего, сильного человека. Увидеть, что этот человек разовьется. Иногда женщина не видит этого, ну и ждет себе кого-то другого. А этот мужчина, который ее любил, он находит себе другую. И потом она встречает через два года, и он уже становится таким бравым, изменился. То есть дождалась какая-то другая. И она думает, ой, дура, я чужий, я за него не вышла. То есть женщины должны знать, что мужчины меняются. Они могут стать лучше. Если видишь, что человек развивается хорошо, можно выйти за него замуж, через три года он станет развитым. Женщины по себе судят. Думают, если он такой сейчас, значит, что всю жизнь таким будет. Нет. Община меняется, к лучшему он развивается. Женщина должна на вырост мужика брать. Ему давать развиваться. Типа мужик женщину берет, да? Вы говорите, мне доказывается сейчас, да? Хорошо. Давайте тогда разберемся в том, как устроена энергия привлечения, мужская и женская. Мужская энергия привлечения имеет холодную природу. Мужская, а женская горячая. От женщины исходит сила желания. Она сжет своим желанием. Если девушка хочет замуж, она всех сжечь начинает вокруг, мужиков. Женатых, неженатых не имеет значения. Всех подряд. Поэтому в древней культуре говорится, девушку не замужем надо быстрее выдавать. Иначе всех спалит вокруг своей любовью, своей красотой. Вот. Мужская энергия сама по себе никого не трогает. Если, допустим, неженатых мужчин, 40 человек в одной казарме, нормально, живут спокойно, никого не трогают. Две женщины в одной квартире невозможно. Друг другу вынесут мозги. Женщина привлекает мужчину. Она зажигает его сердце. И он потом начинает действовать. Таким образом, видите, сложно понять, кто кого притягивает к себе. Кто, кого берет замуж. Если с позиции действия, то мужчина. И с позиции влияния, то женщина. Ну ладно, мы тему эту закрыли. Следующая тема, о которой я хотел бы с вами поговорить, это мы сейчас уже будем говорить про более высокие материи, связанные с нашей жизнью. Это четыре типа предназначения человека. Они связаны с деятельностью разума, опять же. Это касается и женщин и мужчин. Просто предназначение женщины идет в сфере семейной жизни и в сфере социальной жизни. Там действует женское предназначение. Вот эти четыре типа. А мужское предназначение действует в деловой сфере и в сфере, допустим, где требуется развитие, какие-то изменения там и так далее. У нас три центра разума. Я уже говорил, один в области лба, другой в области сердца. Третий в области паха. С точки зрения предназначения человека, они действуют не так, что это мужское, это женский, там тот средний, нейтральный. Нет, они действуют по-другому. Верхний центр разума называется центром знания. И он, с точки зрения предназначения, когда у человека этот центр максимально включен, мы будем как три светофора, да? Светофор, три прожектора, да, у него. Но наш светофор будет таким. У него один прожектор горит сильно, второй слабее, а третий не горит совсем. Понятно, да? У нас такой светофор будет. Вот наш светофор такой. У каждого человека только так всегда устроена система энергетическая, разума, деятельность разума так работает. Верхний светофор горит сильно. Средний наполовину. И последний спит. Нижний спит. Верхний светофор, это... Знайте, что вот эти три типа энергии, это три типа энергии сознания. У человека есть три энергии сознания. Это то, без чего мы не можем жить. Как они называются? Энергия знания. Человек не может жить без знания. Человек не может жить без любви. И человек не может жить без стабильности. Нужна стабильность. Понятно, да? Ну, то есть желание жить, это нижний светофор, желание любви средний и желание понять, знать, как все должно быть верхней. Первое утверждение. Человек, кстати, когда у него вот эти светофоры так горят, это не меняется всю жизнь. Это она всю жизнь дается один раз. Не изменить невозможно. Самый верхний светофор включен на полную катушку, средний на половину, нижний совсем выключен. Означает, знание изменит мир. Оно самое важное в жизни. И чтобы давать людям знания, нужно делать это в сфере социальных отношений. Сфера социальных отношений или сфера любви, давать с любовью людям знания, означает второй светофорчик вот здесь вот. Там находится социум, отношения, здесь находится наука, знание, понимание вещей. И когда человек считает, что знание спасет мир, рождается с этой идеей, ему самое лучшее, в зависимости от его развития, как он личность, как он развит, в зависимости от этого, ему лучше всего, чем заниматься в жизни. Ну, можно, допустим, быть ассистентом в научном учреждении, изучать что-то, помогать, вычислять. Можно быть преподавателем, можно быть тренером, можно быть юристом, изучать, как законы работают страны, советы давать, юридические консультации. Можно быть психологом, можно быть лектором, можно быть священником, можно быть ученым, можно быть советчиком президента, или можно быть, допустим, дипломатом, объясняющим нашу позицию нашей страны, объясняющим, советующим, советующимся. Ну, то есть, такой человек, его основная функция, он получает знания от других и дает его сам. Этим он живет. Процесс познания является главным для него в его жизни. Как выглядят дети этой категории? Они не сильно активные. Активность, активную жизненную позицию, такое желание преодолеть, победить, поменять, дает сердце человека, сердечный центр разума. Он имеет сильную природу, такую активную. У женщин это проявляется в виде эмоций, у них очень сильные эмоции. А если это центр разума открыт для деятельности, то там по-другому. Это проявляется в виде сильной воли, желания побеждать, отстаивать свое, насилие даже совершать. То есть, это, он в деятельности, сердечный центр разума совсем по-другому действует. Верхний центр, он имеет аналитическую, такую спокойную природу. Когда он самый главный, самый активный ребенок, который рождается, он наблюдает за всем. Наблюдатель. Как вот театр Нитя, который сюда приедет, у них есть спектакль «Фимка», называется «Фимка». И показывается жизнь с детства, разные поступки, события, которые происходили у кого? У святого человека. То есть, который потом стал монахом и служил Богу. И он, этот человек, как раз первой категории. И показывается, как он смотрит на мир. Маленький ребенок, там три года, ему топором по голове стукнули, а он смотрит, что происходит с ним. Как потекла кровь там, как ведет себя тот, кто стукнул. Понимаете, то есть, он не злится, он не агрессивно себя ведет, он просто наблюдает за всем. Понимаете, то есть, это вот как раз первая категория дети. Они сотканы из познания этого мира. Им интересно спрашивать, отвечать на вопросы, пытаться понять. У них не слишком подвижные дети. Дети все подвижные, но эти дети в основном интересуются, как все устроено, им надо все понять. То есть, они не вовлекаются в сам процесс, пытаются быть немножко со стороны, наблюдать за всем. Это дети первой категории. Им интересно знать, как все происходит. Вот. Понятно, да? Они любят читать, быстро развиваются. Такие почемучки. Ну, то есть, любознательные очень. Двигаемся дальше. Какие черты характера у людей этой категории? Самый главный недостаток – это гордость своими познаниями и высокомерие. Гордость своими познаниями, высокомерие. Самая главная опасность для развития человека как личности – это продавать свои знания. Ну, то есть, быть продажным. Ну, допустим, для ученого опасно, если он потасовывает факты с целью защитить диссертацию. Если он науку променял на титул, на славу, то в результате он теряет себя. Он деградирует. Перестает быть счастливым в своей деятельности. Он становится гордым, заносчивым, но несчастным в сердце. Потому что процесс познания разрушается в результате лжи, потасовки фактов. То есть, правдивость является основой для ученого, для человека первой категории, для того, чтобы он был счастливым. Потому что, когда он честно дает знания или берет знания, тогда он спокоен. Смирение развивает такого человека, потому что для того, чтобы получать знания, нужно учиться видеть старших, качество старших. Учиться видеть человека старшим, считать его старшим, даже младшего. Если ты от кого-то хочешь что-то услышать, надо очень смиренно слушать. Когда человек развитый в первой категории, он готов смиренно слушать всех, даже младших. Это признак квалификации, высокого развития. Был такой случай, один наставник, у него была болезнь, связанная с сердцем. Вызвали врача, аровидического врача, то есть, это было в Индии. Врач пришел, выпивший. Ну, а если выпивший врач, аровидический, ясно, что это дисквалифицированный человек. То есть, он нравственную медицину изучает, сам выпил. Ну, как-то несостыковка получается. Вот, или, допустим, человек дает лекции по семейным отношениям, а сам бросает одну жену за другой. Стоит ли слушать лекции по семейным отношениям такого человека? Несостыковка. Точно так же врач, который выпил и хочет говорить о правильном здоровой жизни, он дисквалифицирован. Но этот наставник, он был очень разумный. Он сказал своим ученикам, не выгоняйте его, они хотели его выгнать. Пускай он скажет, что он хочет. Он подошел такой, пощупал пульс его, такой, щупал, посмотрел. Вам надо больше гулять. И пошел. Ну, и ученики говорят, ну и уматывай, нечего было бы сказать тебе. Как бы, мы и сами могли так сказать. И этот мудрый человек, он сказал, да, он прав. И начал каждый день гулять по утрам. В результате у него все восстановилось здоровье. У него сердце стало работать лучше. То есть, этот совет ему помог, потому что он видел правду везде. Даже в тех людях, которые вроде бы недостойны говорить правду. Это признак очень сильного развития личности. Обычно люди не должны слушать недостойных людей. Это опасно. Потому что качество святого сравнивается с лебедем. Это качество называется способность отделять воду от молока. У лебедя есть такое свойство. Он когда берет, воду выльешь, допустим, молоко в воду выльешь, оно там растворилось же, да, белая вода такая становится. Он берет, пьет эту воду, в горло берет, в рот, начинает вот так, ого-го-го, так ее вращать во рту. И молоко оседает на стенках, а вода остается. Он его плевывает уже чистую воду, без молока. Так может лебедь пить молоко из воды. Точно так же возвышенная личность способна послушать человека, взять только главное, а всю воду выплюнуть. Суть оставить. Понятно, да? Спасибо.